Это касается нашего корреспондента Жени Медиа Белинсина. Вы неизвестно, где вы находите. Что ты знаешь? Словили и арестовали. Когда мы были уже в тире, люди, которые возле меня тоже сидели, говорили, что предпоследний хлопец был вообще побит. Лицо было изгородовано настолько, что ужасно. Она смелила по лесу корреспондента. Я вот это видел. У него была такая рубашка, как цветная шла. По-моему, штаны были, типа как хаки или что-то. Но он был изуродован просто. Лицо было зверски изуродовано. Но когда нас уже отпускали, то он сидел, в конце их отделили, они сказали, там какую-то статью назвали, он будет сидеть, у него там погром, типа как погром, что-то там, типа как, что ли, как участник, вот этого, типа как погрома. Вот, по такой статье. Где-то были еще корреспонденты. Один, говорит, я приехал с другой страны, мне надо ехать. Ну, как бы, вот такое. Я не знаю, откуда другие были корреспонденты. Сидели там они, все побитые, с наручниками. Помощи никакой им не оказывали. Они были полностью те, кто были, как бы, которых определили как бунтовщики, погромщики, им не оказывали практически помощи. Но поначалу вообще никому помощи не оказывали, потому что, ну, как бы, я видел, что там были люди с черепом, с давлой травмой. Просто были, лежали там на земле. Они к ним, никто не подходил, не врачи. Потом уже врачи начали подходить. Там уже пару человек врачей. И уже на носилки забирали. Вот такое вот было. Кого под рукой заводили. Выпустили меня в 4 утра. Женей еще с мамой? Да, его сказали, что не выпустят. Его не выпустят. Он ему сказал, а этого нет. Говорит, у этого статья, он, говорит, будет сидеть. Так сказали. Он, как бы... А, при тебе не били его? При мне? Я просто не мог хорошо увидеть, потому что мы все лежали головой вниз и наручниками вверх. Ну, как бы, у нас перевернутые мы были. Мы лежали так несколько часов. Ну, они все стояли с оружием. Да, и оружие было в руках. Поэтому мы боялись. Кто-то там поднимал голову, только они подходили, били в тот момент. Кого там? Ну, по-разному били. Ноги, кто там, допустим, ноги, кто сжимал ноги, то они говорили, раздвинь ноги. Кто, наоборот, раздвинулись, нога заново, как-то по-разному. Кому-то, наоборот, руки за голову говорили. И они постоянно держали, потому что в том руке оттекали, людей там часами просто лежали лицом к земле. И все были наручники? Половина где-то, наверное, половина была. А сколько вообще человек было? Ну, я не знаю, на мой взгляд, около двухсот. И что это за помещение было? Это тело был. Тело. Там небольшое такое достаточно помещение. А сотрудники милиции, которые были там, это кто они? Это были похожи на тех, которые, когда вот, как их называют, когда вот зэков ведут, они были в такой форме. Зеленая. Ну, это были не милиция, которые, а конвой, которые вот, когда перегоняют преступников, допустим, там, с машины в угон, вот, похоже, вот такие вот были. То есть внутренние расставки? Они были, да, они были все с автоматами, с какими-то, с прицелами, с такие типа снайперскими были. Их было там полностью все вооруженные, вокруг них были, висели. Все там у них было, и какие-то пистолеты, и кортики там. Они были настолько вооруженные, что просто там, как елка новогодняя, были обвешаны. А ты лицо вот этого нашего оператора видел? Видел. Примерно он такой... Как он выглядел? Значит, в нервности, ну, он... Волосы у него рыжеватые, светлые такие, как ёршиком. Побит был... Ну, знаю, что он... Так, он сидел к спиной. С левой стороны у него вообще был глаз за пуши. Чорный. Он так немного там прикривался, то у него был белок-чорный. Губы были разбитые, вообще там, ну, видно было, что это круглые губы. И тот глаз был тоже так, чёрный. Но немного там хоть глаз открывался. Вот. Ну, было всё лицо изувечено какое-то, было побито в ссадинах. Он был голова, он там... Он как-то был настолько изувечен, что его было, ну, как бы, страшно посмотреть на него. Он был, наверное, самый больше изувечен из всех тех, кто там сидел. Ну, не считая тех, кто... По-моему, даже там кто-то умер, потому что... Какая-то девушка там... Я-то слышал, что вот она умерла. Мужчина тоже какой-то. Там вот по слухам пока я там сидел. Ну, как они на самом деле... Ну, вот. Ну, лежали вообще люди там. Просто лежали, хрипели. Вот. Один мужчина лежал, хрипел. Он вставал. Били, он хрипел. Били люди, которые вообще не боялись их. Высказывали. Они подходили, ломали их, били перед всеми. Уже жесточайшие били. Просто зверски били. Просто так били, что и уводили куда-то. Я не знаю, куда они их уводили. Уводили с тела. А первично вообще хотели... Ну, был такой приказ расстрелять начали. Некоторые даже плакали, потому что думали, что расстреляем. Ну, уже затворы пересчелкнули. Ну, я думаю, ну, они так и пугнули. Скорее всего, это, конечно. Ну, это страшно было, конечно. После такого избиения, и потом пересчелкивать еще затвор. Затвор мы стояли все, лицом нас поставили. Некоторые не могли просто стоять. Уже были так избиты. Ну, не знаю, просто насмерть просто избиты. Ужасно. Я такого зверства не видел. Я даже, как бы, не представлял, что так будет. Это настолько было зверски. Это было не по-человечески. Было просто... Как... Я не знаю, это... Хуже не придумаешь. Может, как в фильмах. Бывает, в фильмах показывают, как бандиты там вот убивают. Похоже на вот это было. Я себя ощущал, как будто меня бандиты словили. И пытают, убивают. Вот.